А моделирование социально-экономических процессов в этом году проходит в Ростове, на Дону. А в Ростов как бы, ну, с самолетом как-то близко слишком, поездом далековато. В общем, получалось так, что очень удобно. Я выезжаю утром сегодня, я в Мичуринске временно из поезда депортируюсь, меня подхватывают, отвозят Тамбов, две лекции в Тамбове, отвозят назад на вокзал Мичуринск, я сажусь на скоростной поезд, который утром-завтра в Ростове. Вот, когда я это понял, мы тут же с Николаем по рукам и все. Будет лекция, даже две, одну всколковая, ну, это было там для школьников. Вот, и вот другая для вас. Значит, тему он сразу заказал, он говорит, что интересно слушать про Нобиевских лауреатов по экономике и математическую составляющую. Вот, ну, отличная идея, в результате сейчас будет премьера. То есть, лекции, которые нигде никогда еще не происходило. План будет такой, у нас три человека. Так, надо сейчас сделать вот как, я буду возвращаться время от времени к этим. А, вот как раз вот он стал маленький, скукожился. Сейчас вот этот мы сюда бахнем, да? А эти пусть здесь будут. Потому что про Конторовича очень прикольные вещи есть отдельными файлами. Короче, у нас есть три лауреата, про которых я бы с удовольствием говорил. Ой, даже три отсека доски. Как раз. Как-то это специально, да, так продумывалось, да? Вот, так, сейчас, как тут это все, ну, надо вот так сделать, что ли, нет? Нет, непонятно. Как это нужно сделать? Что? F5? Так, кто умеет шайтан-машины обращаться? Как добиться широкого? Я правильно, теперь попробую. Сбит. Теперь, два на вид у нас человека, да? А он не работает. Так. Простите. Так часто бывает, на самом деле. Меня не любит техника и при мне не очень хорошо работает. Да, я вам пока расскажу. Я выбрал три человека, три лауреата нобелевских. Это Кеннет Эрроу, Джон Нэш и Леонид Витальевич Конторович. Вот. И я расскажу, ну, там, пару каких-то, по паре интересных, любопытных фактов из жизни. Но в основном я буду рассказывать именно про математическую составляющую этих премий. То есть, что именно они сделали. Ну, настолько понятно, насколько это возможно. Там местами очень суровая математика, как это водится для нобелевских премий. Бывает иногда. Вот. Но насколько это будет возможно, я, тем не менее, расскажу. Так. Ну, начнем. Начнем мы вот с человека, который вообще считают родоначальником современного этапа развития экономической теории. Ну, или того этапа, который, в общем, уже, возможно, и закончился постепенно. В общем, это Кеннет Эро прожил он, видите, да, долгую и счастливую жизнь. И до самого последнего момента, я его знал, шапошно знал лично, с 1907 года, когда он приезжал на конференцию по, по, ну, динамической, стахастической общей равновесии. Это жуткая математика совершенно, которая прячется под такими экономическими, какими-то терминами. Ну, как. Вот. И он сидел, он просто лучше всех в зале, быстрее всех реагировал на то, что происходит. То есть, там, лектора писали, 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 что-то такое, он задавал вопросы, всегда опережая всех. При том, что ему было, соответственно, уже довольно много лет в этот момент. В общем, это какой-то крутейший тип, реально был. Ну, и у него, значит, у него несколько великих достижений. Нобелевскую премию дали за разработку модели, ну, не разработку модели, за доказательство, фактически, существования равновесия в общей модели Вальраса. И вот про эту модель я, на самом деле, расскажу сейчас подробно. Но также у него есть следующие любопытные вехи жизни. Во-первых, он служил в армии во время войны и написал вот такую вот статью. Это была его первая работа. Об оптимальном использовании ветров для планирования полетов. То есть, такая вот галимая практика, да, совершенно, вот вы садитесь на самолет, да, как быстро взлететь там. Ну, в общем, вполне понятная задача, особенно в военное время там чрезвычайно важная. Вот, метеослужбы, то есть, он пошел из гидрометцентра, можно сказать, только тамошнего. В 1972 году он получает Нобелевскую премию по экономике совместно с Хиггсом. Называется за новаторский вклад в теорию общего экономического равновесия, теория благосостояния. Ну, мы как-то все запомнили это примерно так, что все-таки это за то, что они добили, они добили, ну, вот, по моему пониманию, главный вклад стоит в том, что они добили теорему существования, над которой трудились 70 лет люди, 71 год. То есть, модель общего равновесия, она была сформулирована в общих чертах в 1880 году Леоном Вальрасом. Но ни Леон Вальрас, ни последующие, значит, многие-многие ученые не могли доказать, что эта модель рабочая, то есть, в ней действительно, ну, там, существует какая-то точка, в которой, значит, в которую экономическая система будет стремиться, хотя бы в самом минимальном требовании, что хотя бы есть вот такой набор, грубо говоря, цен, которые управляют экономикой, которые уравновесят все рынки. Сейчас я расскажу про то, что это такое, но пока до начала разговора про общий равновесие, модель Вальрасов, в принципе. Я хочу сказать, что также ЭРО чрезвычайно широко известен своей теоремой о диктатуре. Теорема ЭРО о диктатуре. Это, значит, список условий, при которых, список условий на процесс принятия общественных решений, такой, что если он удовлетворяется, весь список условий, то единственный метод, который остается, это назначить кого-то одного, и он будет диктовать обществу свою волю всегда, во всех случаях. То есть вот такая теорема, которая потрясла умы людей, это было тоже в 50-е годы, чрезвычайно потрясла умы людей. И, в общем, западные ученые мне рассказывали, что основы пошатнулись, основы демократии западной весьма пошатнулись из-за этой теоремы. Но потом было осознано, что она слишком, что эти условия, которые там выписаны, они просто действительно слишком сильно ограничивают общность, и что в реальности они демократии их не мешают, и все немножко успокоились. Ну и теперь, значит, про рынки. Здесь будет arrow, ну и на самом деле начинать надо с фальраса. Что такое модель общего равновесия? Вот смотрите. Предположим, у каждого из вас есть какая-то корзина. В корзине разные продукты. И вы приходите на рынок. И начинаете меняться друг с другом. Очень хорошая аналогия, если кто-то ходил в походы с большим количеством участников. Знаете, как бы паек выдается. Там столько-то кусочков сыра, колбасы, пару сухарей там, да. И дальше, значит, если поход с участием детей, то начинаются обмены. Начинается, значит, давай кусок колбасы за сыр. Да, давай, давай, как обычно. Складывается там, через некоторое время прямо складываются какие-то вот попарные, там по тройке, какие-то коллективы складываются. В них прямо там вот эти вот коэффициенты обмена наступают. Что вот столько-то кусков сыра выдается за столько-то кусков колбасы. И вот, то есть, возникает система, в которой люди начинают друг с другом меняться. То есть, тот набор, который выдан людям, вот этому человеку, там, он как-то свой уровень благополучия измеряет на этом наборе, а этот человек на этом наборе свой уровень благополучия. Ну и основа всей экономики, вообще всей экономики, в принципе, как мироустройство, стоит в том, что они иногда могут так поменяться, что и здесь вырастет, и здесь вырастет. Вот это вот удовлетворение, да, от того, что они потребляют эти товары, вырастет и того, и другого. В этом и есть суть, как бы, да, что вот экономические обмены происходят, но они там как-то, какой-то, в принципе, хаотический обмен. Ну и если мы заведем коэффициенты, давайте заведем, перечислим все имеющиеся товары. Скажем, первый, второй, там, не знаю, масло, хлеб, спирт, если хотите, там, еще что-нибудь. Хотите, да? Видишь, какой голос такой тихий, хотим. Перечислим все товары, которые здесь есть. Ну, скажем, в раскладки входит, там, 35 наименований хороших. В аскетической раскладке их, там, в районе 20, их походит. Значит, вот у нас все товары. И вот, когда начинают, если долго идет поход, то обычно складываются такие коэффициенты обмена, там, и того на житый, да, товар, коэффициенты. Ну, да, даже, может быть, ну, да, давайте обозначим, что это коэффициенты, как такие локальные цены, но цены только касательно двух вот товаров, скажем, сыр на колбасу. Ну, и, как бы, ясно, что, ясно, что, если в одном месте это один коэффициент, а где-то в другом месте другой, то возникает то, что называется словом арбитраж. Поднимите руку, кто знает, что такое арбитраж. Понятно, да? То есть какой-нибудь прохвост идет, меняет три куска сыра на два куска колбасы, потом в другом месте кусок колбасы на три куска сыра назад. Коэффициенты разные, он ничего не потерял, только приобрел, значит, дополнительно сыра или колбасы. Понятно, да? То есть такая вот ситуация. У нас был такой пример, когда я в РЭШ учился, в российской экономической школе, там был такой пример, что вот есть семья, мама, папа и ребенок. Ну, пример чисто московский, но я думаю, что вы поймете. Там, значит, папа болеет за «Спартак», а мама за «ЦСКА». А ребенок на этом спекулирует. То есть он ходит перед матчем «Спартак-ЦСКА», ходит и говорит, «Мам, а ты уверена, что выиграет «ЦСКА»?» Ну, конечно, конечно, что ты, конечно уверена. Тогда, если выиграет «ЦСКА», ты ведь купишь мне два мороженых, а если проиграет, я тебе в утешение одно. Он приходит к папе, и то же самое проделывается с «Спартаком». В результате у человека одно мороженое. В любом случае, в любом исходе. Понятно, да? Вот это у нас… Нет, а… О, привет! Ничья, ничья… О, даже из Воронежа люди доехали, а? Ничья… Ну, будем считать, что это кубок там, ну, на вылет. То есть нет ничей. И вот тогда в этом случае, да, все, у него просто чисто… Привет. А, перепутал, да? Нет, перепутал. Вот. Значит, ничья… Не будет ничьей, будет, значит, либо победа, либо проигрыш. Соответственно, он в любом случае получает мороженое. В чистом виде. Вот. Это называется арбитраж. Ну, присутствие семьи, в которой папа болеет за «Спартака», маму за «ЦСКА» крайне маловероятно. Это не очень устойчивое… Так вот, это означает, что коэффициенты, скорее всего, все-таки, ну, будут везде одинаковые, вот эти коэффициенты обмена будут одинаковые. А теперь еще вопрос. Ну, значит, если у нас коэффициент обмена «И» на «Ж» такой, то коэффициент обмена «Ж» на «И» он удовлетворяет, конечно, вот такому уравнению, да? Ну, как бы обратный, просто сколько кусков сыра за колбасу, сколько колбасы за сыр, естественно, они противоположны. Некоторое более тонкое условие связывает три товара и три коэффициента. Есть товар «И», товар «Ж» и товар «Л». И для того, чтобы нельзя было обменять колбасу на сыр, потом сыр на орехи, а потом орехи на колбасу и остаться в чистом плюсе, должно быть выполнено еще одно условие. Кто его произнесет? Деньги. Сейчас. Это хороший комментарий, да. Но вот в терминах «П» шек, вот есть «П» и «Ж», «П» и «Ж» и «К» «Ж» и «Г» и «П», Voy. Нет, «Эль» у нас, это последний товар. «П» и «Ж» и «К» и «П». И. Что должно быть? Произведение. Просто. «П» и «Ж» и «К» и «К» и «К» это столько сколько в результате в имени получит обратно этого товары и но должно быть чтобы он не мог какой-то дополнительный прирост получить произведение 2 равна единица вот такой ситуации произведения 3 равна единицы в такой круговой ситуации и это ну понятно если если это не происходит вы опять делаете вы опять делаете товар из ничего а этого значит не должно быть это по идее да то есть отсутствие арбитража это вот эти два условия вот но арбитраж означает вот эти два условия но если так то довольно просто понять что вот это эквивалентно эти два условия эквивалентные существованию ряда q1 q2 qn просто цен в некоторых денежных условных единицах бумаги там каких-то то есть если выполнено вот это это то существует вот такой ряд ну например просто надо положить q1 равно единице q2 равно там p21 q3 равно p31 и так далее и силу вот этих условий будет непротиворечиво все соответствующие коэффициенты будут ap ну да и же тогда просто отношение этих двух то есть грубо говоря вот это отсутствие арбитража эквивалентно существованию каких-то просто цен вектора цен и все что есть цены на каждый товар в терминах каких-то бумажек ну вот соответственно мы ждем что такая экономическая система в которой нет арбитража должна быть ценовой если мне есть какой-то обмен но на самом деле это это условие необходимо но мы не понимаем будет ли такая система функционировать должным образом то есть можно ли на самом деле подобрать такую систему цен что в результате ну как бы вот эта система цен она что называется очистит рынок сейчас я объясню что это означает как можно было бы заменить вот эти обмены на единый процесс вот это вот собственно вальрас 1980 год давайте я залезу немножко сюда на конторовича потому что про конторовича я скорее расскажу любопытные истории то что он сделал все знают это линейное программирование его все учат вот а вот очень интересные истории из его жизни я буду рассказывать так вот давайте я поэтому на вторую доску тоже залезу значит что же сказал вальрас он говорит рынок обмена должен быть устроен так приходит человек некто ну там не знаю командир походу или просто какой-то совсем откуда-то взятый не знаю робот да выпускает денежные единицы вот эти вот эти денежные единицы в терминах которых вот эти цены и будут да то есть сыр стоит там 5 бумажек но локальные деньги на самом деле сейчас все больше сообществах разных есть такие локальные местные валюты например в школу бериндеевы поляны куда мои дети ездят учиться там есть такая валюта бериндейки называется такие бумажки на них написано 3 бериндейки 5 бериндеек и они значит соответственно за эти товары можно там какие-то вещи за эти деньги можно какие-то там купить что-то что ценно конкретно в этом лагере но и в некоторых других лагерях такое тоже есть уже такая локальная валюта вот локальная валюта выпускает вот этот вот значит центробанк до который сюда пришел выпускает эту локальную валюту и дальше он делает так он вместо каждой корзины выдает человеку ее стоимость то есть забирает все продукты и взамен выдает ну давайте пусть у первого было например x1 вот этого товара x2 вот этого товара так далее xl последнего товара вот такой вот то есть эту корзину можно записать просто как вектор тогда он бы он получит величину вместо вот этих всех товаров эти 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 товары отберет центрбанк и выдаст q1 x1 плюс q2 x2 плюс так далее плюс ql xl выдаст вот такую бумажку на ней просто написано вот эта сумма сколько стоит весь сыр который у него есть сколько стоит вся колбаса и т.д. и он выдает ему вот такой вексель у тебя но в походе изначально все поровну делится поэтому всех будет совершенно одинаковый вексель с одинаковой суммой а дальше происходит следующее все продукты которые были у всех участников складываются виде одной общей кучи где-то там в углу комнаты где все это происходит вот это вот ну как бы изначально до раскладка получается да вот она здесь и дальше он говорит подходить один по одному и заказываете мне новую корзину новую но за ровно те деньги которые у вас есть то есть вы должны вот это вот корзины должна стоить ту же самую величину которая у вас то есть стоила исходная корзина что соответственно q1 x1 с волной плюс так далее плюс ql xl с волной просто должно быть равно в точности тому что было стоимость новой корзины и старый должна быть одинаковый но это не означает что сами корзины одинаковы правда да кто-то сыр больше любит только толбасу больше любит но там кто что любит больше а вот а кто-то за все деньги спирт купит тоже на есть такие вот в общем у каждого будет своя собственная корзина но чем загвоздка 2 придет ему тоже достанется 3 пришел досталось а 4 пришел и говорит мне пожалуйста колбасы 5 кусков 4 куска сыра упс молодой человек простите сыр кончился к кончился ну так вот кончился но если сыр кончился значит цены были неправильные правда так вот следующее понятие принадлежит валерасу цены весь вектор целиком называются равновесными если всем все достанется все желаемое то есть иными словами 1 пришел забрал все что хотел 2 забрал все что хотел и перед тем как подошел последний центр банк говорит а я знаю что ты хочешь ты хочешь ровно три куска колбасы то есть только сколько осталось ровно два ореха ровно 100 грамм спирта перечисляет тот говорит да ты худей с них просто ты волшебник как ты мог это знать а дорогой я посчитал равновесие вайраса вот вот такой набор цен называется равновесным ну дальше все круто да находишь равновесный набор цен объявляешь и все получают все что хотят все это тот самый набор цен который вот только незадача 1880 году не получилось доказать существование этого равновесия началась целая дорога блин а вот что-то прохладно даже у доски вы меня простите что я это у вас еще не затопили да какие они хорошие да ну вот то есть а что значит существование что он вообще в начале начальные данные каковы в этой модели начальные данные то есть что мы должны перечислить ну во первых мы должны перечислить у кого что есть начале да то есть у кого какая корзина это такая большая матрица количество участников здесь вот участники здесь товары 1 2 так далее l это товары 1 2 так далее n это участники взаим блин l конечно вот это участники взаимодействия и у каждого сколько чего было в начале ну в случае похода все эти строки совершенно одинаково выглядят и у каждого ровно поровну как бы как у всех остальных всех товаров вот но в общей ситуации конечно произвольные совершенно наборы то есть люди пардон вот а значит это первое но но этого уже недостаточно мы еще должны знать кто что будет в какой ситуации предпочитать кстати как как много информации как вообще задать эту информацию вот человек вот лена что лена любит какие наборы да все возможные наборы все корзины надо вот в такую вот цепочку да вот так вот как бы ну ранжировать то есть что какие корзины ну как бы в принципе равноценные какие лучше какие хуже ну в экономической теории это делается через функцию полезности так называемую которые подставляются вот эти x1 так далее xn и считается что у каждого человека есть своя собственная не похожая на других да там ну или наоборот похожим других но функция полезности на нее накладываются какие-то естественные свойства ну например чем больше тем лучше это любимое свойство экономической теории чем больше тем лучше да там ну еще какие-нибудь выпуклость например там что полусумма двух корзин лучше чем лучше чем та которая хуже была ну или если две корзины были равноценны то полусумма будет строго лучше чем эти две если они были разные ну в общем это такая такой свойство который накладывается вот в общем там есть некоторый естественный список свойств ну и после этого возникает вопрос а можно ли теперь доказать существование этих самых равновесных цен ну и бились с этим бились вообще довольно раз придумал некоторое доказательство которое оказалось ошибочным он говорит ну как понятно что если спрос был на сыр излишний понижаем цену сыра просто хорошо понизили до того как там как-то ликвидировался этот спрос на сыр да излишний спрос на сыр стал суммарно нулевым отлично смотрим где еще что происходит понизили что-то еще ну и вроде как вот так по одному понижаешь фибушки перекрестные эффекты вот ты уравнял сыр теперь начал уравнивать колбасу и когда уравнял колбасу обнаружил что при этих новых комбинациях цен сыр уже снова не уравнен то есть он снова разбалансировался как-то он связан с колбасой в умах людей да там какие-то дополнительные знаете дополнительные товары там заменители в общем огромное количество эффектов и ничего не получается сделать совершенно он так и не смог доказать он на начале он там использовал некоторую теорему теорему брауэра он использовал теорему брауэра звучит так любое непрерывное отображение круга в себя имеет неподвижную точку это одна из величайших теорем математики если теперь я круг заменю на выпуклый компакт в конечномерном пространстве я просто для простоты не все знают что такое выпуклый компакт есть же гуманитарий настоящий да сзади поэтому я искал круг вот например что круг становится шаром если я беру в третье измерение четырехмерным шаром ну четырехмерный футбольный мячик вот если туда и дальше там ну а на самом деле да здесь гораздо более общая теорема в общем он использовал ее он ее использовал он сказал что он сказал что новое его доказательство будет верным если она верна но дело в том что он умер в 1908 типа в апреле ну тут надо уточнять может я немножко утрирую короче ее доказали спустя полгода после его смерти ну надо посмотреть конкретику ну вроде так да но еще через несколько лет доказали что и в этом случае все неправильно все равно ничего не получается то есть и была ошибка и в том доказательстве которое он проявил Катерин Браура да 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 я просто ее как бы я не стал выписывать ну нас это везде есть просто кратко рассказываю да конечно система уравнений сводится всегда к неподвижным точкам но вот и значит проблема была более глубокая теорема Браура доказали но доказательство Алираса все равно не годилось его опровергли то есть там все равно была ошибка там в каком-то месте выходили за пределы количество товаров что ли в общем там какая-то ерунда все равно получилось короче человечество ждало этого доказательства еще сорок лет и в 1951 году эру полностью вместе с Дебре экономистом Дебре довели доказательства до полного совершенства это памятник просто это памятник мат экономики памятник этого доказательства которое я в российской экономической школе рассказывал 7 лекций подряд это для выпускников физтеха и мехмата более-менее вот то есть шаг за шагом все сложнейшие конструкции значит теорему Браура нужно убрать взять теорему как у Тани но это на самом деле одна фамилия как у Тани вот значит теорема которая была доказана в сорок первом году и спустя 10 лет стало ясно как из нее выводится вот этот вот результат это теорема о многозначном отображении круга в круг то есть когда каждой точке может соответствовать целое множество но важно чтобы это множество было тоже выпуклым компактом в общем это же это жесть полная и вот за эту жесть на самом деле он и получил Нобелевскую премию но про теорему Эра тоже про теорему Эра интересно на самом деле о диктаторе ну немножко поговорить то есть там требуется чтобы принятие решений в обществе было не манипулируемым то есть что такое принятие решений в обществе это вот я допустим я спикер парламента я пользуюсь каким-то механизмом которым мы с вами вместе договорились механизм устроен как на вход подаются вот вы парламент представьте что вы это Госдума Российской Федерации а я ее спикер вот и вот значит что происходит мы обсуждаем несколько альтернатив например вот недавно был большой спор между прочим я это знаю отголоски этого спора немножко знаю был большой спор что раньше мост на Сахалин или туннель сквозь Кавказский хребет Крым уже построили мост на Сахалин теперь вопрос или туннель через из Майкопа в этот самый там из Гузерипля на Красную Поляну ну конечно туннель из Гузерипля на Красную Поляну это было бы таким это это был бы один из самых длинных может быть самый длинный туннель вообще в мире ну или один из самых длинных не считая там всяких ла-манши когда под морем ну горный ну в общем вроде как мост на Сахалин выиграл в этом соревновании но если мы представим себе что есть несколько таких суперпроектов о которых можно сегодня думать можно еще представить например железную дорогу на Чукотку да можно там представить себе проведение в каком-нибудь двадцать шестом году там какой-нибудь еще олимпиады да у нас ну в общем есть целый ряд проектов и в принципе пока неизвестно какие будут финансовые ограничения пока это неизвестно поэтому мы не выбираем какой-то один проект а мы решаем всем парламентом в совокупности решаем какова ранжировка ранжирование вот этих проектов то есть как наш парламент должен вынести решение подать на стол президенту что вот этот проект самый приоритетный с точки зрения парламента этот второй этот третий этот четвертый у нас правда по-другому происходит у нас приходит президент говорит какой будет первый какой второй потом все голосуют ну это как бы немножко издержки командной демократии вот а так ну как можно себе представить работу обычного парламента но к нашей работе мы еще вернемся когда я собственно сформулирую теорему так вот и вот каждый из вас подает мне список в нем эти проекты ранжированы ну каждого по-своему естественно ранжированы да и я хочу изобрести универсальную машину агрегирования универсальную в которую я запускаю как мясорубку ваши вот эти списки они там что-то с ними делает эта машина и выводит список упс вот что считает наш парламент в совокупности как единое целое а потом мнения поменялись другой набор списков выдался опять упс список опять дан четко по убыванию значит и вот эта шайтан машина она была заявлена как супер цель после того как во Франции казнили короля 1800 там в 1789 что ли год великая французская революция сказали мы теперь все будем решать сообща поэтому нам нужно шайтан машина которая любые предпочтения вот такие вот в списке будет агрегировать во мнение коллектива какие должны быть требования к этой шайтан машине ну как минимум если мы все считаем что мост на сахалин важнее туннеля через кавказ все члены парламента то довольно разумно потребовать чтобы чтобы и парламент как единое целое считал то же самое да ну тут даже сложно с чем-то спорить да а вот следующее требование более хитрое оно стоит в следующем оно стоит в том чтобы не было манипулирования то есть например Лена например хочет очень сильно хочет мост через этот туннель через кавказ да но как бы видно что складывается все как-то в пользу Сахалина скорее да и Лена Сахалинский засовывает в конец списка хотя на самом деле у нее где-то в начале там третьем или четвертом идет и подает не тот список неправильный список подает обманывает обманывает шайтан машину и шайтан машина раз раз и вдруг изменилась ситуация человек повлиял так вот принцип номер два неманипулируемость заключается в том что для того чтобы понять какая из двух альтернатив будет выше в списке окончательном который парламент вынесет нужно лишь узнать у каждого как он именно эту пару оценивает остальные не привлекать только то есть вот что значит в конец списка значит ты какие-то другие пустила вперед но вот это с точки зрения этой пары все равно не важно все равно это ниже чем это у тебя спрашивают только одну информацию что из этих двух ну и там у кого-то так у кого-то так там в принципе может быть что это не суммарное голосование может какая угодно схема просто важно чтобы достаточно было информацию о том что думает каждый парламентарий чтобы вынести и окончательный вердикт и парламентом тоже так вот теорема эру рассмотрим рассмотрим такую шайтан машину которая удовлетворяет перечисленным двум требованиям то есть если все единогласно считают что одна альтернатива лучше другой то и парламент тоже должен так считать и чтобы она была не манипулируемая машина ни при каких условиях тогда если альтернатив не 2 а 3 или больше то шайтан машина устроена очень просто она выбирает одного человека объявляет его путиным все никаких надежд на демократию как работающую в любых случаях универсальную машину нет надежды если эти условия удовлетворены то математическая теорема что есть какой-то человек который во всех случаях свой список просто предъявляет и ничего больше не происходит то есть парламент фактически не работает есть просто один человек который ну вот эта теорема очень сильно взбодоражила умы но потом там были какие-то условия что было обсуждение что требования что мы можем ставить любые списки любые начальные условия оно очень сильное оно сильно ограничивают то есть ну после этого была большая дискуссия но так или иначе вот такая странная теорема называется теорема эро о диктаторе если две альтернативы кстати то механизм есть просто голосование по большинству очень простой так ну вот это про эро это про эро может в принципе какие-то если вопросы есть так сказать вот это довольно тяжелая техника на самом деле если кто-то хочет что-то уточнить задавайте сейчас вопрос потому что сейчас мы перейдем к следующим гражданам нету да вопросов вот в общем вот так это кенет эро и его достижения следующий персонаж является наверное еще более культовым джон форбс нэш также прожил жизнь достаточно долгую но мог бы прожить и дольше если бы его с женой не грабанули в такси такси попало в аварию и они погибли оба на месте шофер не пострадал но к этому я еще вернусь я люблю всякие теории заговора но чтобы просто пошутить не для того чтобы их развивать а исключительно чтобы пошутить про это я расскажу чуть позже в общем джон нэш а он во первых является главным героем фильма игры разума кто смотрел поднимите руки офигеть каждый третий примерно получается вот но на самом деле когда ему показали этот фильм он сказал очень интересный фильм но не про меня ко мне это отношение не имеет ну я не знаю имеет не имеет там сложно сказать в общем это фильм какой-то отчасти библиографический то есть там какие-то ну в смысле биографический автобиографический нет как называется биографический вот нобелевская премия по экономике 1994 года совместно с дельтоном и хорсаньи за анализ равновесия в теории не кооперативных игр про это я расскажу сейчас чуть позже пока хочу сообщить еще одну важную информацию наш единственный в истории обладатель двух великих премий в математике тоже есть премия она с 2000 года значит учреждена она называется премия абеля это высшая награда математическом обществе для этого была филцевская премия но она для тех кому до сорока то есть для молодежи ну с моих позиций для молодежи в общем до сорока если вы успеете то пожалуйста да для экономистов кстати тоже есть медаль Кларка за исследование молодых экономистов до сорока лет тоже да и вот эту премию нет на мат конгрессе Дотфилда да да кажется да кажется у нас да кажется у нас будет угу но это Филдс а абеля выдает каждый год и абель это среди уже всех возрастов это высочайшая награда в области математики в общем то можно считать что это Нобелевская премия по математике фактически ее полный аналог и он получил эту премию в пятнадцатом году за свои работы тоже где-то времен 50-х годов молодости там про разные вложения алгебрических многообразий мне казалось но вот формулировка тем не менее звучит за вклад в теорию нелинейных дифференциальных уравнений ну собственно да та самая бездна которую мы сегодня с тобой обсуждали а в шестнадцатом году кто получил премию абеля кто кто знает кто знает это очень известный человек точнее известен его результат его фамилия может быть не так известна как автора теоремы которую он доказал что нет нет перельман получил фил да и отказался от нее за ненужностью этих денег гриша перельману нет что так и что он доказал великую теорему фирма то есть шестнадцатом году получил премию собственно человек который оставил след в истории совершенно такой неизгладимый поставил в точку великой теоремы фирма а в пятнадцатом это был нэш вот и я сейчас буду рассказывать про то самое про собственно теорию игр вкратце и что это за теорема что это за теорема за которую нэш получил Нобелску премию надо сказать что статья нэша это одна страница вот здесь две ссылочки здесь название здесь два абзаца формулировка и доказательство но и это не рекорд рекордом служит премия которую получил этот самый Викри Нобелевская премия за аукцион второй цены вот Викри это рекорд это рассуждение без математических каких-то существенных ну то есть это рассуждение которое вообще не фактически может быть проведено совершенно устно про аукцион второй цены вот но это я сегодня не буду рассказывать а вот значит про эту работу нэша значит я расскажу немножко сейчас я опишу что такое игра и в каком смысле надо понимать равновесие в игре да ну на таком примере а такой пример вот есть кто в москве все бывали наверное да недалеко есть городок один такой Москва вот и бывает переход из метро к железной дороге а турникетный зал да да стоят турникеты через них значит тут нужно показать какой-нибудь билет пройти и сесть на электричку и бывает такая ситуация часто складывается что а вот здесь тусуются всякие граждане бичеватого вида которых нет денег никаких и билет тоже нет но надо куда-то поехать и значит они они были бы рады тут перепрыгнуть как-нибудь проползти перепрыгнуть там есть разные способы преодоления этих преград в общем-то честно говоря с разгона я просто их перепрыгиваю ну так это в теории я редко это делаю но в принципе если мне нужно очень сильно попасть на электричку я просто физически не успеваю купить билет то я эти турникеты как правило перепрыгиваю в один шаг то есть хорошо надо разогнаться но суть в том что здесь есть охранник и охранник он кого-то поймает до определенного момента такса было 100 рублей в этом случае то есть значит штраф который платится на месте был равен 100 рублей сейчас не знаю может и больше их там проявлять сильнее стали вот то есть как бы ты прыгаешь это такая лотерея либо бесплатно либо если попался значит 100 рублей ну а билет на одну зону стоит 22 рубля тогда стоил ну или даже еще меньше в общем там это была такая типичная лотерея вот ты прыгаешь да и ты либо 0 либо 100 а так 20 да 20 гарантированно пожалуйста вот и вот значит в этой ситуации каждый человек принимает решение то ли прыгать то ли нет вот у него вот множество его стратегий вот такое и когда все вот эти решения приняли каждый человек какое-то решение принял дальше наступает исход ну вот те кто не прыгнули те понятно у них исход ясен а они как бы отказались от проезда ну от бесплатного обеспечения то есть либо минус 20 либо вообще не поехали ну будем считать что они как бы заплатили 20 рублей да а те которые перепрыгнули у большинства из них успех у одного какого-то минус 100 потому что охранник выводит ровно одного человека он значит двух уже поймать не может ну вот такая вот игра прыгать или не прыгать давайте подумаем что есть равновесие в этой игре равновесие равновесие это набор стратегий которые самосогласованы то есть если я могу предугадать стратегии всех играющих рядом со мной то мое поведение которое про меня угадали остальные является для меня оптимальным такая сложная конструкция равновесие это сложная конструкция равновесие в теории игр это не одна стратегия одного человека это весь список стратегий которые приняты к действию всеми членами этого коллектива и мы говорим что такой набор стратегий равновесный если каждый строит прогноз на всех остальных угадывает этим прогнозом действительные действия остальных и в этом случае выбирает свое действие оптимальным и оказывается что его действия тоже угадана остальными ровно то которое было ему обтимальным при условии что он угадал остальных то есть само сбывающийся прогноз называется равновесие Неша само сбывающийся прогноз но не тривиальность то что их бывает несколько в этой ситуации их ровно 2 Первый самосбывающийся прогноз состоит в том, что все знают, что никто не прыгает И поэтому никто не прыгает Потому что если я знаю, что никто не прыгает и начинаю прыгать Да, то это ровно я пойман охранником Один, да? Единственный, он и пойман Я и пойман Так как это минус 100, то я, естественно, отказываюсь и получаю минус 20 Как и все остальные, и все понимают это Все понимают про всех, что все знают, что... Ну, понятно, да? А вот В московских либеральных кругах любят это самое Рассказывать это немножко по-другому Пойти или не пойти на митинг называется В чистом виде вот эта модель, да? То есть, значит, всем ссыкотно, прошу прощения Но если все знают, что все остальные пойдут То, соответственно, тоже, да То есть это как бы... Вот Ну и второе равновесие, понятно, все прыгают Потому что если каждый про всех остальных знает Что все остальные прыгают То ему тоже отказываться в общем смысла нет Его поймают с очень маленькой вероятностью Охранников А, людей, да-да-да-да-да Ну да, если их много, достаточно много Тогда появляется новое равновесие, в котором все прыгают Двадцать человек на одного... Пятнадцать человек на суддух мертвеца, да? На одного охранника у нас, значит, пятнадцать прыгунов То тогда каждого поймают слишком маленькой вероятности Он готов рискнуть Ну почему бы не рискнуть? Ну, если что, да, значит, не повезло сильно Но для этого должно быть сильно не повезло То есть шанс, что его поймают, он рассматривает как не очень большой И это не компенсирует ему, так сказать, удачу Если он не будет пойман, он сэкономит двадцать рублей Да, 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 совершенно верно Мат ожидания прыжка, одна, там, где-то семь рублей, допустим Если их пятнадцать человек Вот, значит, вот классика, да? И какой он на эти сложится? А кто его знает? Вот на этот вопрос теория Игорь не отвечает Не умеем Не умеем отвечать на вопрос Какое равновесие сложится, если их несколько Но мы что-то все-таки умеем Мы умеем отвечать на вопрос Что произойдет, если равновесия нет? Ну, в некоторых случаях умеем Сейчас я приведу вам пример из жизни моей И заодно приведу, собственно, вас постепенно К пониманию, что такое вот концепция равновесия Про которую Нэш и доказал Что вот в этом смысле равновесие есть всегда Итак Историческое отступление Девятнадцать лет назад Была первая широкомасштабная амнистия заключенных После выборов президента Когда в марте пришел Владимир Владимирович Он устроил амнистию Значит, по очень многим статьям И в июле 2000 В июле-августе 2000 года Очень много зэков возвращалось Из мест заключения По месту своего проживания А мы возвращались из Таймыра Но мы там не сидели А мы там, наоборот, очень серьезно прыгали Мы ходили в пешеводный поход На катамаранах С пешими перебросками Огромной длины Еще потом задержались на Рильске Ехали, шли по Енисею на корабле В общем, был огромный выезд Сам большой в жизни Период покидания Москвы Был 49 дней тогда В 2000 году И вот мы уже в конце Стали ехать Еще в Новосибирск решили заехать В общем, мы ехали уже по Трансибу И поезд был просто переполнен зэками Ну, кто помнит туалеты Там везде, отовсюду ехали зэки И вот в поезде, значит Я попался, значит Я был на верхней полке Внизу ехал зэк Который отсидел 7 лет из 12 за убийство Ну, там, при каких-то смягчающих обстоятельствах И возвращался домой И он Он такой был задумчивый какой-то В общем, ну, там вообще, как я понял На зоне очень побаиваются Тех, кто за убийство сидит Поэтому так он был Там вот они все тусили, куролесили Бухали там Все подряд А он такой какой-то был остраненный Ну, вот как-то я спустился Очередной раз вниз Там попить чайку Он говорит Давай поболтаем Интересно Давно нормальных людей не видел Говорит Давай поболтаем Что там сейчас на воле происходит Вообще, что Ну, в общем Мы сели, там, бутылочку открыли И он говорит А чем ты по жизни занимаешься? Я говорю Я младший научный сотрудник Занимаюсь в теории игр Я был тогда Небольшим было мне 26 лет Я писал там в это время диссертацию В общем Он спросил меня О, говорит Теория игр О, теория игр Класс О, давай поиграем Мы, говорит На зоне играем в классную игру Играем на сахар Значит Тюремный покер Называется игра Тюремный покер Это такой камень-ножинце-бумага Только Как бы с некоторыми С измененными правилами Значит Не камень-ножинце-бумага На что-то очень похожее Значит Ситуация следующая Нужно Нужно Как бы вот так же Как камень-ножинце-бумага Раз, два, три Показать либо один палец Либо два пальца И каждый решает Один или два пальца показать Это делается одновременно То есть Получается Что у нас Су-е-фа Да, например Ага Показано два пальца В сумме Если показано два пальца В сумме То я у этого зэка Выигрываю два куска сахара Если ситуация сложилась Вот так Или вот так Что то же самое, да? Ну, то же самое Но другой исход То он выигрывает У меня три куска А вот если Ситуация сложилась Вот так То я выигрываю Все четыре То есть Общая сумма Выигранных Или проигранных Мной кусков сахара Равна количеству Показанных пальцев Но в случае Если их три Соответственно он выигрывает Это два варианта Развития событий В случае два или четыре Выигрываю я Именно вот так Давай поиграем На сахар Я Пошел Якобы В туалет Взял бумажку И ручку Я говорю Сейчас я вернусь И поиграем Там я быстро решил Эту игру Быстро Вернулся И сказал Да Поиграем Только наоборот А что Говорит такое Она ж честная Тут же все По чесноку Ты в среднем Выигрываешь Там Ну три Я в среднем Выигрываю Три Ваша Эта теория вероятности Говорит что Все исходы Равновероятны Да По другим Я это сказал Ну говорит Все одинаково Одинаково Часто Да Ну я говорю Все таки Я бы предпочел Играть вот за Три очка Не за 2 и 4 Не ну ты объясни Я ему объяснил Что же я ему объяснил В чем подвох Если я буду Постоянно выкидывать Единицу Играя за эту партию То он будет Выкидывать единицу И выиграть у меня 2 Очевидно здесь нет Равновесий Правда Ну вот в таком смысле слова В котором мы до этого Их определяли Это как раз та ситуация Когда равновесий Не 2 А их нет Потому что Если я знаю Что он выкидывает Единицу Мне Если я играю за этих Нужно выкидывать 2 Но если он знает Что я выкидываю 2 Ему нужно выкидывать 2 Если я знаю Что он выкидывает 2 Я выкидываю 2 И наконец Если он знает Что 1 То он 1 То есть Как бы получается Что всегда ответы Никогда ответы не совпадают Если я правильно угадал его поведение А он правильно угадал мое То мы не попадаем в резонанс Равновесий нет Но в каком-то смысле Оно же наверное есть Давайте поймем в каком Оно должно быть В каком-то разумном смысле слова Естественном Ну вот он например говорил Что надо же просто кидать монету И все Ну если мы кидаем монеты Вот если мы играем в орел и решку Просто обычную орел и решку Я вот зажимаю орлом или решкой А вы угадываете Если угадали То один кусок сахара выигрываете Если не угадали То я выиграю Один кусок сахара Ясно что эта игра честная Ясно что в ней ничего нельзя сделать Кроме как просто подкидывать эту монету И там и там То есть у нас появляется концепция Смешанной стратегии Мы не делаем какой-то один ход Как дураки Один и тот же Ну как и в покере Знаете в покере блеф Вот например блеф Те кто всегда блефуют Их быстро вычисляют И они начинают проигрывать Те кто никогда не блефуют Та же история Начинают проигрывать Ну потому что по роже все видно сразу Кто и не имеет покер фейс То значит без шансов Надо иногда делать так Иногда так То есть надо смешивать Надо иногда по разному поступать Ну и как бы в орел и решка Ясно что 50 на 50 Просто надо подкидывать и все Но вот тут как бы он намекал на то Что здесь тоже 50 на 50 Если я буду подкидывать монету И один палец показывать Ровно в 50% случаев И два пальца тоже в 50% И он будет делать так же То несомненно исход будет совершенно честный Но А почему я должен так делать Почему я должен подкидывать монету А вот я возьму и другую вероятность использую Вообще другую Возьму и буду использовать вероятность p С вероятностью p я буду подкидывать Показывать один палец А с вероятностью 1 минус p другой Кто мне мешает? Никто Только датчик случайных чисел может помешать Если p это очень сложная формула Но если мы будем считать Что у меня есть доступный мне датчик случайных чисел Любого вида То вопрос моего собственного выбора Я сам выбираю p Никто за меня не выбирает p Я утверждаю Что в этой игре Неверно Что равновесие Это 50 на 50 у меня И 50 на 50 у него Что такого равновесия в этой игре нет Давайте поймем почему Давайте проведем рассуждение от противного Предположим Что такое равновесие есть Значит я угадал его поведение И он бросает монету Тогда Если я показываю один палец То какие мои расклады Проиграть 2 или выиграть 3 Если я играю за тех которых 3 А если я показываю 2 пальца Выиграть 3 или проиграть 4 Это неравносильно Здесь я В половине случаев проигрываю 2 В половине выигрываю 3 То есть в среднем я выигрываю 1-2 А здесь я в среднем проигрываю 1-2 То есть если я знаю Что он бросает монету Мне не надо Бросать монету А мне надо как Дима сказал Выкидывать просто 1 палец всегда Ну понятно что это не будет тоже равновесием Потому что он угадав эту стратегию изменит свою Но я лишь только одно утверждаю Что такого равновесия нет Пока я не утверждаю какое есть Я просто объясняю Почему это не может быть равновесием Потому что если я предполагаю Что он так играет То мой оптимальный ответ Не такой А 100% выкидывать либо В данном случае 1 палец Так что же будет равновесием Равновесием будет ситуация При которой мне абсолютно все равно Как себя вести Вот если я знаю Что он использует некоторую вероятность То мне все равно А если мне все равно То я могу выбрать Вот в этом курсорчике вероятностей От нуля до единицы Тоже такое значение При котором ему тоже будет все равно Как себя вести То есть равновесность в этом случае На самом деле означает Что мы используем такие вероятности При которых каждому из нас Совершенно безразлично Что делать И тогда мы готовы воспользоваться В том числе и такими вероятностями И какими угодно другими Нам все равно 50 на 50 25 на 75 Если исходы нам приносят одинаковый выигрыш То нам все равно как их смешивать И это и есть понимание равновесия Так как мы его знаем Со времен Нэша и даже раньше И вот Нэш доказал Нэш доказал Строго доказал Что в любой конечной игре То есть если есть конечное множество игроков У каждого конечный список стратегий И какие угодно виды функций выигрыша Всегда есть равновесие в смешанных стратегиях Теорема была сведена Вот сюда тоже Теорема Кокотани Это такой как бы ключ Универсальный ключ Открывающий все двери Теорема Она открывает практически все результаты О существовании каких-то режимов Решений И так далее Модели в матэкономике Все модели матэкономики Они заканчиваются тем Что существование определяется Теорема Кокотани И Нэш свел к Теореме Кокотани Соответствующим образом Любую игру Ну Я больше про это Ничего не скажу Но вот это равновесие Мы сейчас найдем Чтобы вы понимали Как все устроено И так Я на самом деле ищу Такое П С его стороны Это его П Чтобы мне было все равно Один палец показывать Или два Давайте посмотрим Если я покажу один палец И он с вероятностью П У него один палец Я показываю один палец Значит я проигрываю два очка С вероятностью П Правильно? И выигрываю три очка С вероятностью 1 минус П Верно? А если я Показываю два пальца То я выигрываю три очка Наоборот с вероятностью П И проигрываю четыре С вероятностью 1 минус П Получилось очень простое Линейное уравнение Которое Конечно элементарно решается Минус 2П здесь 3П здесь Значит 5П А там 3 плюс 4 7 на 1 минус П Или иными словами 12П равно 7 Решение этого уравнения Это 7 двенадцатых Заметьте что Оно не сильно съезжает С 50 на 50 Оно съезжает едва и едва Но все таки оно съезжает То есть я кидаю кубики Если Значит так Я делаю так Я бросаю монету в начале Если орел Я показываю один палец Если решка Я кидаю кубик Если при этом Выпадает единица То тоже один палец А если 2, 3, 4, 5, 6 То два пальца Так можно реализовать Эту случайную величину Вот То есть я Чуть-чуть чаще Показываю один палец Точнее это он делает Но про меня Там будет то же самое уравнение Это игра так называемая С нулевой суммой Кто один выигрывает То же самое Другое проигрывает Поэтому на самом деле Будет то же самое у меня Я тоже буду показывать Один палец С вероятностью 7, 12 А два пальца С вероятностью 5, 12 А теперь давайте посмотрим Чему будет равен В этом случае выигрыш Я играю за тех Кого 3 Кто выигрывает 3 Я подставляю 7, 12 Минус 2 На 7, 12 Плюс 3 На 5, 12 Вот он обман Плюс 1, 12 То есть в равновесии В том равновесии Который на самом деле Будет играться Я каждый кон Буду в среднем Выигрывать 1, 12 Куска сахара Попробуйте это заметить За 50 60 Конов Вы будете считать Что вам просто Чуть-чуть не везло А может быть даже вам Будет везти И первые 50-60 Вы будете еще не в минусе Это очень трудно Отличимо И по розыгрышам Если взять статистику На которой На 2 сигма Уже Так называемые 2 сигма Да Гарантировано Практически Ну там 95% Гарантии Можно будет Отделить гипотезу Что я играю так От гипотезы Что я играю так Это огромная статистика Это несколько сот Розыгрышей То есть До того Как мы сыграем Несколько сот раз И даже если я буду везти При этом всю статистику Все это время Да Я все равно Не буду точно уверен Что он чаще Это использует Там слишком Вероятность Ну есть методы статистики Где четко Можно сказать Какой интервал Вот этот вот Доверительный Начиная где-то с 200-300 Действительно будет ясно Что он не играет 50 на 50 И этот гипотезу Можно будет отвергнуть Но до этого нет Вот они так разводят народ То есть Там приходит зэк молодой Новый Да Они начинают с ним играть На сахар Он в среднем За 120 канов 10 кусков сахара Проигрывает Ну думаешь Что ему просто чуть-чуть не везет Он рассказывал Да Что они ходят И говорят Блин Чего-то в сахар не везет В последнее время Проигрываю И они не понимают Что это Я ему сказал Он сказал А почему ты хочешь играть за этим Я говорю А вот почему Потому что ты будешь Один палец Показывать не в половине случаев А в семи двенадцатых И тут он просто Тут он просто упал Вот это да Это ваша наука говорит Я говорю Да, конечно Показал ему записи Я бы просто миллионером стал там Если бы я точно знал А я А он по наите играл Он знал Что чуть чаще Надо показать один палец Все То есть они знали Что просто немножко чаще Надо показать один палец А точно Я теперь знаю точно Ой, жаль Я уже выписался Вот В общем это была супер История абсолютно А потом еще повторилось Дежавю В 2001 году Я поехал в Екатеринбург На курсы повышения квалификации Преподавателей экономики Типовой образ преподавателей экономики Российского Ну такого типичного российского города Я думаю, что в Тамбове примерно то же самое Ну это как бы Обычно Женщина среднего возраста Благополучная Муж работает где-то круто Там зарабатывает Дети взрослые Делать дома нечего Пошла работать Ну там За нулевую зарплату Ну понятно Да, то есть Как бы такая вот классическая ситуация И вот эти Значит тетушки Вот Переговариваются Тут мы игру эту разобрали Вообще На следующий день Одна из них подходит И говорит Алексей Владимирович А вы записываете Случай монетизации Ваших знаний Я говорю Нет Я не записываю Запишите пожалуйста Вчера мой муж Гендиректор фирмы местной В Екатеринбурге Какой-то Такой вполне неплохой За один вечер В эту игру Выиграл 20 долларов У своих Сотрудников Играли в доллары Не в сахар А в доллары Вот так вот Она ему позвонила И не диктовала Правильную стратегию Она нам сказала Как устроена игра Объяснила Как устроена Правильная стратегия Он играл Чуть чаще Показывая один палец И выиграл за вечер 20 долларов Вот я записал Монетизация Теперь когда меня спрашивают В чем стоит Монетизация науки Я иногда это рассказываю Эту историю Когда журналисты спрашивают А мало кто спрашивает Кроме журналистов Это такой типичный Журналистский вопрос Зачем что-то нужно Народ ходит И так слушает Никогда не спрашивает Зачем Вот так Вот Нэш Так ну что Переходим к Конторовичу Значит Леонид Витальевич Конторович Это культовый человек Для нас всех Для всех Кто когда-то занимался Матэкономикой Вообще экономикой Единственный Советский лауреат Нобелевской премии По экономике И получил он ее за Ой а можно я оставлю Это все Она плохо стирает А мне все равно Доска уже в общем Не понадобится Сейчас Вот Значит он Получил Нобелевскую премию За всем известное Линейное программирование Линейное программирование Это когда вы У вас где-то возник Какой-то многогранник Такой В вашей системе уравнений Ну вот есть и три перемена У вас возникает Такой многогранник И вам нужно Некоторую плоскость Вот так вот Семейство плоскостей Параллельных Нужно Как можно дальше Отодвинуть плоскость Чтобы все еще было Какое-то касание С многогранником Это вот если Русским языком говорить Теперь мы заменяем Трехмерное пространство Нмерным Плоскость гиперпространством Двигаем Последние точки касания Это есть Максимизация линейных форм На многогранных множествах На множествах Создаваемых системами Линейных неравенств И уравнений Придумал просто От начала до конца Конторович Параллельно работал В другом Кубанс по-моему Работал в Америке Примерно на тем же Вот Значит Любопытные факты жизни Я их раскрою Сейчас весьма Весело будет Значит Сейчас Да Кубанс Первая веселая история Называется оптимальный план Неперевыполним Значит Сейчас я про нее расскажу Временно я вот это Уберу вот так Сейчас я Приведу цитату Из нашего Любимого источника Который называется Википедия Так Это означает что Многомерная Сильно-сильно Многомерная Сдача Линейной программировки И на этой основе Он разработал Помните У Эру Эру был метеоролог А Конторович Занимался Консультацией Линейных Фанерного треста Вот Значит он Разработал Теорию Ну и вот Затем Он Затем Он Собственно говоря Сформулировал Соответствующую Всю теорию В работе Математические методы Организации Планирования Производства И Заложил Основу Линейного Программирования А вот Дальше Начинается Да Да Про родитель Про то Мед Да что это Выходит на вершину Значит Теперь Что дальше Произошло После того Как Конторович Был предложен Оптимальный Метод Распила Фанерного Листа Этот метод В том числе Попытались Применить К разрезанию Стальных Листов Ну что Неудивительно Да Задача Та же Самая После Внедрения Методов Оптимизации На производстве Одной Из фабрик Инженерам Удалось Улучшить Показатели Что Привело Однако К негативным Последствиям Система Социалистического Планирования Требовала Чтобы в следующем Году План Был Перевыполнен Что Было Принципиально Невозможно При имеющихся Ресурсах Поскольку Найденное Конторович Решение Было Абсолютным Максимумом Это Еще Не Все Фабрика Не Выполнена План По Металлолому Длинная Доля Которого Складывалась Из обрезков Стальных Листов Руководство Фабрики Получило Выговоры Больше С математиками Не Связывалось Да Этот Метод Применил Я Со Своим Научным Руководителем Который Требовал От меня Защиты В течении Двух Лет А я В это Время Это Было С 1997 По 2003 Год Два Года С 1997 По 2003 Ну Два Года Значит Я должен Был Защититься В 1999 Году Ну По Мнению Руководителя А По Моему Мнению Я должен Был Посетить Таймы В том Числе А Я Решал Некоторую Часть Задачи Звонил Говорил Виктор Здравствуйте Я себе Поставил Некоторую Задачу Буду Ее Ближайшие Две Недели Решать Уже Решенную Ну Понятно Потом Я Выезжал В поход На две Недели Возвращался Говорил Виктор Менюш Ура Я Решил Сейчас Покажу Я Вот Эти Две Недели Решал Вот Так Что Надо Было Ему То же самое Конечно Делать Да Так Что Было Еще Веселого С Конторовичем На самом деле Еще Одна Нобелевская Премия По Экономике Она Была В 2007 Году Дана Лео Гурвичу Эрику Маскину И Роджеру Мэрсону И Она Касалась Механизм Дизайн Теории Конструирования Механизмов И Лео Гурвич Написал Первую Работу В 60 Году Но В общем На самом деле Вот эта Теория Конструирования Механизмов Сегодня Она В самом Сердце Экономической Теории Находится Просто В самом Теории Игр Там Везде Это Самая Главная Наука Которая Развивается И Не Все знают Что Основы Этой Науки Заложил Конторович Еще 20 Лет До Этого И Было Это Вот Как Работая По ночам И Имея Склонность К Опозданием Заставлявшим Часто Пользоваться Такси Конторович Обратил Внимание На частый Простой Машин И Нежелание Водителей Совершать Короткие Поездки В то Время Километр Три Рубля Допустим Или Что Такое Три Копейки Все Просто Вот Такой Линейный Тариф И Он Вывел Оптимальный Тариф А это И есть Задача Собственно Поставение Механизмов Классическая Примив Методы Математического Моделирования Он и Группа Молодых Ученых Ввели Экономически Обоснованные Тарифы На поездки Была Введена Плата За Посадку И Несколько Уменьшена Такса За километр То есть Константа Плюс Количество Километров На стоимость Так РЖД Действует Точности Предложение Было Опубликовано В самом Престижном Математическом Журнале Страны Успехи Матнаук И применено Таксопарками По всему Советскому Союзу Так что Это Изобретение Конторовича Тариф И это Было В 1938 Году За 20 Лет До Механизм Дизайн На западе За который Потом Дали Нобелевскую Премину Ну К сожалению Так часто Случается Так Возвращаемся Сюда Постепенно Уже Завершаем Сейчас Да А у нас А у нас Онлайн Блин Как круто Онлайн Почему Как вы считаете На самом Деле Не выдают Нобелевскую Премию В области Математики Версию Про жену Нобеля И любовника Математика Все уже Слышали Но Формальная Формальный Ответ Такой Нобель Не считал Математику Наукой Он считал Что наука Это что-то В принципе Все равно Так или иначе Практическое Это какая-то Рацулька Ну Насколько Известен Такой ответ Это действительно Байка Которая Естественно Распространяется Среди Математиков Да Не считал Математику Полезной Наук Ну Это то же самое Он считал Что наука Должна быть Полезной Ну Мы-то С вами Знаем Что наука Должна быть Красивой А не Экономики Вообще Не было Про это Вообще Отдельный Разговор Нобельская Премия По экономике Это На самом деле Обман Ее нет Есть премия Нобелевского Комитета По экономике А вовсе Нобельская Премия По экономике Ее ввели Гораздо Позже В шестьдесятом По моему Году Только Вот И То самое Ну В общем Это Да Это Можно было Да Ну Вот Так А как Теперь обратно Отскукожилось Опять Все Звук Ключ А нет F10 О Вот Значит Так И вот Следующее В 1975 Году Он получил Нобелевскую Премию Об этом Было Написано Мелким Мелким Шрифтом В газете То ли Правда То ли Известия Не очень Любили Это Вообще Как бы Это Всячески То есть Ему позволили Ее получить Да Но Только Скажи Кому Но Все равно Объявить Надо было В общем Это было Отношение Какое-то Такое Не очень Понятное Они И хочется И колется С одной стороны Круто Что наш Получил Да Физики Получали Неоднократно Ну в общем Да Получил Ну как бы Так Мелким Шрифтом Получил Вот Ну Я не Рассказал Вам Историю Заговора Да Великую Про Нэша Она Заключается Вот в чем В конце Своей жизни Нэш написал Книгу Ой Нэш написал Статью Которая Называется Идеал Мани Идеальные Деньги В ней Описано Ну Если говорить Честно Вот честно Да Она настолько Сложная Что я не понял Ничего В этой статье Но если я Все-таки Хоть что-то Понял То описано Функционирование Некоторого Там Идеального Государства На идеальной Планете Луна Без банков И вот Сюрприз Через Несколько Месяцев После этого Он разбивается Вместе с женой В автокатастрофе Это великая теория заговора Убили пока никто не понял Что там написано Ну попробуйте Открыть и понять Может вы поймете Идеалмания Она есть в интернете Но очень сложная Он ездил с этими лекциями Он приезжал В том числе и к нам Приезжал с этой лекцией Вот И потом вдруг Ну это теория заговора То есть к ней не надо Относиться серьезно Это просто такие Странные обстоятельства Странные Значит С точки зрения Последствий Есть еще одна супер теория Довольно 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 большой процент Тех кто занимается Биткоином Совершенно уверен Что биткоин Изобрел Джон Нэш Что он и есть Тот самый Этот самый Как его Комото Сатоши Что он и есть Джон Нэш На самом деле Потому что реально Такое лисо То ли существует То ли не существует Но в общем Так как Идеалмания Действительно о том же То я бы сказал так Что вероятность Не является нулевой То есть с моей точки зрения Вероятность не нулевая Для того чтобы Изобрести биткоин Нужно обладать Очень прокачанными Навыками В трех как минимум Областях Это в теории игр В просто хакерстве Нормальном Программировании На чем Ну и собственно говоря В математике Как таковой Потому что Вот эти все шифры Которые там используются Эллиптические кривые И прочее дело И это очень сложная штука В мире есть Ну буквально Несколько человек Которые Всеми тремя науки Одновременно обладают Вот я например Не обладаю Я не обладаю программистскими У меня есть два из трех Два из трех Это уже там тысячи людей А три из трех Это несколько человек На планете И один из них Точно был Нэш Поэтому вероятность Того что это он и есть Она безусловно Не нулевая Существенно не нулевая Но насколько она Правда или нет Я не знаю То есть Не могу даже отдать Дать какую-то вот Ну Объективно обусловленную Оценку Вот Собственно Спасибо За внимание Я поехал в Ростов Но еще не сейчас У нас есть время Пообщаться Поезд 2340 Из Мичуринска уходит Правда Из Мичуринска сюда Мы ехали 2 часа 15 минут Я даже на 15 минут Опоздал Там жуткие пробки Просто Да и не он Откуда у вас пробки днем Как Как вы этого добиваетесь Как это можно А еще вот 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 Значит смотрите Во-первых Курс по теории игр Да Я презентацию Я оставляю Можете вывести Просто ее в интернет Естественно Без проблем Как и все остальное Что у меня есть Значит Курс по теории игр Находится В физтехе OpenEdo Вот Это раз Второе Канал Математика просто Разведение Развивается нами Это математическая империя В интернете Которая уже насчитывает 44 тысячи подписчиков На данный момент Лена А сколько их было Год с лишним назад В мае Еще несколько тысяч Только Да Чуток Только начинали Да А сейчас мы развернулись У нас Куча народа У нас семеро волонтеров Которые ведут Кучу разных пабликов В том числе Контакт Вот этот паблик Ведет волонтер Значит Еще Инстаграм Ведет Валера Который сейчас Поеду в Ростов Как раз На конференцию Буду у него Тусить Вот И Это самое У нас есть Майкопи Егор Который ведет Сайт Саватеев XYZ Так это Это сфоткали Кто хотел Все подписывайтесь Еще там есть Второй канал У нас есть Как у любого Телевидения Есть первый Второй канал Первый канал Это вот этот А второй канал Называется Маткульт Привет И содержит Мои мракобесные Высказывания О социально-политической Ситуации В мире И так далее Вот Значит Дальше Есть сайт Саватеев XYZ На котором Имеется Очень много Лекций До Канального Периода Моего То есть Когда еще Мы не Собирали все В одном месте У себя Все Некий Движок Который Написал Егор Отыскал Все лекции В интернете Которые Когда-либо Читал И это Семьсот С лишним Лекций Но еще Там На этом Сайте 100 уроков Математики Которые Всем Вам Рекомендуется Или Школьникам В первую очередь Ну и в принципе Взрослым тоже Докуда пройдете Что называется Такая Сложность Повышается Постепенно По экспоненте К концу Но тем не менее Очень рекомендую Первые 20 уроков Поймут просто Абсолютно все Поголовно Это невозможно Не понять А вот дальше Там начинается Немножко уже Вот Ну вот вроде бы Все Да GG есть Я сам веду Facebook Я тоже иногда веду Сам Иногда друзья Instagram ведет Валера Один парень В Баку Администрирует Приглашение В общем у нас такая У нас программа Русский мир без границ А А Видите все Украинский парень В деревне сидит И компонует Вот Тоже Наш волонтер Так что у нас Это да Все Для нас нет границ Никаких Это все Россия Для нас Вот Вопросы Да Да И кстати Я еду в Латвию Сейчас Посмотрим Насчет Латвии Да Через неделю Сразу вот сейчас Когда я вернусь Я беру жену Младших детей Мы едем в Латвию Каникулы как раз попадают Мы поедем в Латвию Там меня ждут с лекцией По математике И даже кажется Мы пробились на радио Но там Там очень четко Список тем Которые можно будет поднимать И которые То есть русский мир Наверное не дадут Все равно поднять Да Ну я бы ее не получил Никогда Это надо гением быть А не популяризатором Математики Поэтому это не Я не могу себя Вообразить в этой ситуации Нет Я бы не отказывался Зачем Ну это Это каждый человек Как бы он Сам себе Хозяин Ну вообще Функциональный анализ Книга Акилов-Канторович 700-страничная Это серьезнейший труд И Там Метрика Конторовича Монжа Метрика Конторовича Монжа Это такая штука Вот у вас есть Снег Раскиданный Там по Где-то кучами Лежит снег Да Вот насыпался Кто-то там куда-то сбросил А вам нужно его перенести В некоторое Конкретное Другое расположение Вот поменять расположение Каким кратчайшим методом И за сколько лопат Грубо говоря Суммарно Это можно сделать Называть расстояние Между двумя распределениями Жутко тонкая штука И формализовал ее Конторович Это вот Так сказать Это Монж Понимал ее В таком Допотопном смысле Еще Конторович Четко сформулировал Задачу линейного Программирования Которой Это сводится Задача бесконечно мерного Линейного программирования Вот В общем Это очень круто Это Но реально До конца Никто еще не осознал Что там происходит Вот То есть Это еще в будущем Будут исследовать Нет Конторович гений Тут вопросов даже нет Вот Да А А если достаточно Сложная игра Предполагает кооперацию То есть Доказательство Потому что Не невозможно Равoland Если Достаточно Сложная Игра Что делает Но здесь Некоторое Все-таки Вот Терминологическая Нужно определиться Если В игре Предполагается Кооперация Это значит Что в игре Что Они Вот Обычная игра Проходит так Каждый Выбирает Свою Стратегию И это делается одновременно всеми. Это в статической игре. Есть еще динамические игры. Предполагает кооперация, означает, что мы переходим к совершенно другому течению игры, что люди созваниваются между собой. Да, значит, соответствующая концепция называется равновесием устойчивым относительно сговора или сильным равновесием нэша. И такое равновесие почти никогда не существует. Почти ни в каких играх. И особый раздел механизм дизайн, особый, изучает те равновесия, те, точнее, механизмы, которые, если наложить на участников взаимодействия, то у них возникает равновесие устойчиво относительно сговора. И ваш покорный слуга некоторое время даже занимался одним из таких разделов, когда я занимался наукой еще нормально. Давай. Еще вопрос. Да, я про подробности алгоритмические совершенно не знаю. Я слышал только, что есть алгоритм внутренней точки Дикина Кармаркара. Дикин наш иркутский, дядька. Вот. И они что-то там довольно серьезно какие-то алгоритмы подвинули вперед. Но подробности не знаю. Про алгоритмы я вообще мало чего знаю. Нет, я не поклонник теории заговора. Я любитель троллить вообще. Я просто люблю про это поболтать. Но меня не надо считать как бы адептом теории заговора. Я просто люблю об этом поговорить. Это как бы теория заговора. Это такой маркер. Вот в Москве, если ты увлекаешься теорией заговора, то сразу все, ой, теория заговора, да. Я люблю потроллить моих друзей, либералистических взглядов. Постоянно, значит, с ними это пытаюсь обсуждать. Все. Больше ничего. Я сам не являюсь ни сторонником, ни противником теории заговора. То есть я не знаю вне, как бы в сфере, в которой нет доказательств, я допускаю любые события и все. А мои друзья в Москве не допускают те события, которые не принято в этой тусовке допускать. То есть я готов допустить все, что угодно, если это ничему не противоречит. В частности, в отличие от моих друзей в Москве, я, например, не знаю, есть ли что-то в астрологии. Я этого не знаю. Но уже не знать запрещено. Надо знать, что ничего нет. Ну понятно, да? То есть это как бы идеологически. Я вообще как бы большой любитель исследовать идеологические конструкты, которые на общество наведены. Вот такие, которые наводятся там долго с помощью публикации в СМИ, по заказу там совершенно четко наводятся. Вот это я очень люблю. И в этом месте я всегда чувствую. Вот так, здесь идеология, здесь заявлены какие-то вещи. На самом деле никаких доказательств нет. Никаких. Мы не знаем, что там происходит. Но нам нужно считать вот так. Это правильно считать. И наведена идеология. Вот такие вещи я очень люблю. Выявлять люблю. Еще вопросы? Нету, да? Тогда еще я хочу сказать, что вот там, на Саватеев XYZ, находится книга. Она называется «Математика для гуманитариев». Вы ее можете бесплатно скачать. Раньше я с собой ее возил и перевез за два года 17200 экземпляров. Ну, суммарный тираж, точнее. Перевез я 10 тысяч где-то. Так вот, я совершенно обалдел отношение ее с собой. Понял, что все. Все, кто успел ее вот так ухватить в бумажном виде в поездках, ухватили. Остальные скачивают бесплатно на сайте. Или можете прийти и купить в магазине у нашего издательства. Вот. А еще я хочу сказать такую вещь, что сайт, который мы ведем, YouTube.com, Punk Mathematics, является сайтом без рекламы. Мы сняли монетизацию с него. Это единственный известный мне популярный сайт, научно-популярный, на котором нет рекламы. Ну, есть несколько маленьких, на которых нет рекламы. Но это единственный вот такого количества подписчиков, который не монетизируется. Это решение сознательное, потому что сам я рекламу ненавижу. И когда я включаю какой-то фильм и хочу его посмотреть, а мне вставляется реклама, я понимаю, что все проблемы и беды современного человечества сидят там. Я страшный ненавистник рекламы. И на своем сайте мы ее убрали. Вообще. Да, мы потеряли очень много денег, но ничего страшного. У нас есть система Патреон. К чему я призываю всех присоединиться. Если кто-то из вас имеет лишние деньги, конечно. Кто не имеет, не надо. Спокойно смотрите все бесплатно. Так что если вдруг у кого-то из вас какие-то там серьезные заработки, есть лишние деньги, просто подписывайтесь на наш блог. Подписывайтесь в виде Патреон, вот Саватеев XYZ, вот на этом сайте. Есть кнопочка, нажимаете и пишите. Каждый месяц подписываюсь, подписываюсь, перечислят там 100 рублей или сколько хотите нам. И это вместо монетизации действует. Ну, пока у нас далеко все до какой-либо самоокупаемости, но это не важно, потому что это делается не для этого совершенно, а для того, чтобы в интернете была математика в нужном количестве, для того, чтобы ее изучить. Вот так. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ